История денег. Как появились первые в мире деньги. История денег начинается с древних времен, когда между людьми возникли товарные отношения. Но со временем такой способ ведения торговли себя изжил, вследствие чего стали использовать различные обменные элементы. Отсюда и появились первые деньги. Когда-то кочевое племя не нуждалось в универсальном эквиваленте, хватало обыкновенного бартера. Но население росло. Запомнить, кто и сколько кому должен, было нереально. Письменности сложного счета, не на пальцах, еще не появилось. Поэтому племена решили вместо ведения долгов в уме приравнивать их к камушкам или красивым морским раковинам. Так появились первые деньги, как способ запоминать долги. Вскоре такая система регистра, которая отдаленно напоминала денежные взаимоотношения, начала появляться повсюду. Многие племена океанских островов по сей день пользуются ракушками, вместо денег. Этот способ хорош лишь только для небольших племен или общин. Но с началом появления больших социальных групп каменные деньги не были подходящим вариантом, нужен был универсальный материал. Так в Римской империи возникло решение использовать золото как деньги в виде штампованных кусочков круглой формы. В то же время появился термин монета в честь одного из эпитетов богини Юноны. В этой ипостаси она являлась покровительницей купцов. Универсальные деньги появились по всей территории огромной Римской империи. Еще через много веков чиновники китайского императора решили записывать эквивалент золота на бумажный листик. Первые фиатные деньги. А в конце средневековья на севере Италии возникают современные банки. Так в истории появились деньги, банки, банкноты и возник золотой стандарт – обеспеченность валюты золота. Давайте еще раз окунемся в историю денег, чтобы ответить на казалось бы такой простой вопрос – как появились деньги? История возникновения денег берет свое начало с Милецкой денежной системы от богатейшего города Ионии, владевшего десятками колоний. Дата ее возникновения примерно 7-5 век до нашей эры. Позже в хоккеях появился свой монетный двор и денежная система. Вышеупомянутые денежные системы были созданы на основе золота и имели деление на более ценные и менее деньги, которые отличались весом монеты. История происхождения денег достигает своей кульминации с приходом Александра Македонского. Милецкая и Факейские системы были вытеснены возникшей золотомонетной системой. Благодаря монетам Александра Македонского начался денежный оборот единой валюты по всей Греции. Для сравнения, денежный оборот в Восточной Европе начался только в 7 веке нашей эры. Именно Греция создала необходимый рубикон для перехода от бартерных отношений к привычной нам системе покупки-продажи с применением денег. Нельзя отрицать и вклад других стран в развитие денег, но для нашей цели, а именно ответа на вопрос, как появились деньги, этого достаточно. Золотые монеты фактически имели себестоимость материала, из которого были отчеканены, поэтому такие деньги долго не обесценивались. История денег рассказывает, драгоценный металл ценился во всех странах, что дало возможность золотым монетам стать единым мировыми деньгами на то время, вплоть до 20 века. Производство фальшивых денег жестко каралось. Мы уже упоминали, что Факейская и Милецкая системы пользовались именно золотом в чеканке монет. Вместе с ними существовали и монетные системы, основанные на серебре. Это эгимская и эвбейская системы. Кроме этого, имела место быть и чеканка монет из электрума, природного и искусственного сплава золота и серебра. Позднее появляется чеканка денег из меди, бронзы, сплавов, никеля и алюминия. Механизм изготовления монет старался поспевать за нарастающей потребность в деньгах. Сначала литье, затем на смену литью пришла штамповка денег вручную, а затем и машинная чеканка. Производство денег было привилегией исключительно суверенных государств, эмитентов. Государство на свое усмотрение определяет тип металла для чеканки денег, вес монет, а ценность материалов относительно друг друга определялась рынком и правительством. Это называлось монетной регалией. Нарушение принятых правил изготовления денег было высочайшим преступлением. Золотые, серебряные, платиновые монеты выпускаются сегодня редко. В основном, это юбилейные или приуроченные к какому-либо событию памятные знаки, которые не используются в качестве денег для платежей. В Китае впервые появились бумажные деньги. Тысячи лет банкноты ходили лишь в Поднебесной и ее сателлитах. В 15 веке Иоганн Гутенберг изобрел книгопечатание, тем самым повысив роль бумаги в Европе. Со временем печатный пресс перешел на производство ассигнаций. На металлические монеты еще пользовались спросом, и лишь к 17-18 столетию история происхождения денег могла похвастаться своим новым достоинством. Бумажные деньги получили широкий оборот, когда их эмиссия возникла в Англии, США, Франции и других крупнейших экономиках мира. Помимо очевидных преимуществ бумажных средств, их легче изготовить и проще хранить, история денег знают и их недостатки. Бумажные деньги более подвержены инфляции, поскольку лишь обозначают ценность, в отличие от драгметалла. На истории появления денег и их развития показывают, что массовые подделки банкнот получают свой ответ путем создания более высоких степеней защиты денег. История денег не завершилась появлением бумажных банкнот. Логично, что для функционирования денег и их эмиссии необходимы были центральные органы, которые бы взяли на себя не только функцию их производства, но и контроля денежного оборота. Именно такими организациями стали центральные банки. Первый центральный банк появился в Швейцарии и носил название Риксбанк. Случилось это в 1668 году. Постепенно подобные организации начали появляться и в других странах Западной Европы. Что касается России, то история денег рассказывает, что произошло это не ранее середины 18 века. Причиной такого запоздалого развития денежных систем на территории Российской империи был низкоразвитый уровень капиталистических отношений, ведь платеж безналичными деньгами практически полностью отсутствовал. Многие ошибочно считают, что центральные банки находятся под управлением Всемирного банка, но это не так. На самом деле на протяжении всей своей истории этот банк лишь выполнял функцию помощи развивающимся странам. Проще говоря, он выдает заемные деньги. История денег в 20-21 столетиях развивается в направлении безналичных расчетов и важным шагом на этом этапе стало возникновение банковских карточек, которые постепенно начали вытеснять бумажные деньги. Впервые пластиковая карта под названием Dinners Club появилась в 50-х и выпустил ее не банк. Цель ее была в оплате услуг ресторанов. Спустя пару лет подобную карту выпустил один из американских банков, после чего началась их массовая миссия. Мир осознал, что совершать покупки, особенно крупные, гораздо удобнее не деньгами, а с помощью карты. И постепенно наличный расчет начал уходить в прошлое. Электронные деньги относятся к отдельной категории, наравне с традиционными бумажными денежными знаками и ценными бумагами. По форме эмиссии денежных знаков электронные деньги существуют трех видов. Фиатные электронные деньги. Электронные деньги, которые являются одним из видов денежных единиц платежной системы государства. Фиатные деньги лежат у каждого из нас в кармане. Это наши пластиковые карты. Нефиатные электронные деньги выражены в единицах стоимости негосударственных платежных систем. Эмиссия, обращение и погашение таких денег происходят по внутренним правилам платежной системы. К нефиатным относятся такие платежные системы, как, например, Яндекс, Моней, Киви, а также недавно появившаяся криптовалюта, биткоин и другие. Виртуальные деньги. Это внутренняя электронная валюта сетевых сообществ. Сфера их использования ограничена этими сообществами. Сегодня история появления денег делит их на две группы – наличные и безналичные. Наличные деньги – это те, которые можно подержать в руках, которые фактически находятся у нас в кармане. Безналичные же средства существуют в виде записи электронных банковских счетов. Из истории денег можно сделать простой вывод. Безналичные и электронные платежные элементы появились не случайно, и они постепенно замещают наличные средства в обороте. Процесс мировой глобализации дает толчок к созданию единой мировой денежной единицы, которая придет на смену долларовой эпохи. На какая валюта это будет? Криптовалюта или история развития денег пойдет дальше своим путем? И появится еще более усовершенствованная модель платежной системы?